Сегодня рассказ для тех, кто планирует учиться в Австралии и решает для себя, а стоит ли овчинка выделки? Стоит ли переезжать в Австралию? Стоит ли ехать на учебу в вузы Австралии? Ответы на эти почти экзистенциальные вопросы находятся легко, если принять во внимание, что обучение в Австралии нужно рассматривать как инвестиции, которые со временем, не сразу, конечно, но в довольно обозримом будущем должны окупиться. Для вашего удобства я буду задавать вопросы себе сам и сам же на них отвечать. Итак, поехали. Какая сейчас в Австралии безработица? Уровень безработицы в Австралии чрезвычайно низкий. Говоря научно, уровень безработицы – это процентное отношение нетрудоустроенных резидентов страны к общему количеству экономически активного населения. По данным на май 2024 года уровень безработицы в Австралии составлял всего 3,8%. Какая минимальная зарплата в Австралии? В 2023 году минимальная зарплата в Австралии составляет чуть более 23 австралийских долларов в час, что составляет примерно 883 доллара за 38-часовую рабочую неделю. Но это именно минимальная зарплата. А средняя зарплата на 2024 год составляет следующие цифры в час – 48 долларов, в неделю – 1838, в месяц – почти 7,5 тысяч, а в год это выходит 88 тысяч австралийских долларов. Вообще уровень зарплаты зависит от рабочего стажа, наличия ученой степени или иного специального образования и квалификации, конечно же, еще от возраста, трудящегося и многих иных факторов. Каков размер подоходного налога в Австралии? Ставка налога на доходы физических лиц НДФЛ в Австралии варьируется в зависимости от категории налогоплательщиков и величины дохода. Для резидентов Австралии ставка НДФЛ составляет от 0%, это если доход менее 18 тысяч австралийских долларов в год, до 45% при доходе свыше 180 тысяч. А для нерезидентов Австралии ставки выше – от 32 до 45%. Более низкая налоговая ставка – это еще одна причина, почему нерезиденты, живущие и ведущие бизнес в Австралии стремятся поскорее приобрести там статус резидента. Нужно еще иметь в виду, что резиденты выплачут обязательный медицинский сбор в размере 2%. А вот сколько зарабатывают представители разных профессий? Приведем конкретные цифры. Средняя зарплата учителя в Австралии – 6915 долларов в месяц. Средняя начальная зарплата выпускников инженерных программ составляет от 60 тысяч австралийских долларов в год и более, а более опытные инженеры зарабатывают от 80 тысяч долларов в год и даже более иногда 150 тысяч. Средняя зарплата специалиста по маркетингу в Австралии составляет 72 тысячи долларов в год, ну то есть чуть более 6 тысяч в месяц. Что касается айтишников, то мы взяли вот для примера сисадминов. Средняя зарплата системного администратора в Австралии может составлять 9-10 тысяч австралийских долларов в месяц. А вот средняя зарплата людей рабочих профессий. Водитель – 3 тысячи, строитель – 6 тысяч 900, грузчик – 4 тысячи 500 австралийских долларов в месяц. Как выпускнику австралийского университета найти работу? Чтобы найти работу в Австралии, выпускнику университета я бы посоветовал воспользоваться следующими рекомендациями. Во-первых, используйте онлайн-ресурсы для поиска вакансий. Например, есть такие популярные сайты SIC, Australian Job Search и CareerOne. Во-вторых, о доступных вакансиях также можно узнать и в университетском карьерном центре, да или просто от друзей. В-третьих, просматривайте сайты компаний, работающих в тех областях, которые вас интересуют. В-четвертых, необходимо стать активным пользователем сети LinkedIn, чтобы поддерживать связь с потенциальными работодателями и первым узнавать обо всех новостях в интересующей вас профессиональной сфере. А еще необходимо адаптировать свое резюме к австралийским реалиям. В Австралии свои стандарты и карьерный консультант или агент по подбору персонала поможет вам в этом. Важный совет для студентов. Во время учебы необходимо использовать местный опыт. Например, временную работу, волонтерство, стажировки. Это очень помогает войти в отрасль, получить рекомендательные письма, которые затем можно использовать для поиска основной работы. Ну а после окончания обучения иностранцу нужно получить визу выпускника. Temporary Graduate Visa. Она позволяет остаться в стране и искать работу, любую работу по душе. Вопрос. Сколько выпускников вуза в Австралии находят работу? По данным ежегодного опроса выпускников Graduate Outcome Survey, количество трудоустроенных выпускников австралийских вузов составляет 91,5%. Вот некоторые наиболее востребованные специальности в Австралии. Специалисты в сфере здравоохранения, специалисты по разработке положений и программного обеспечения, специалисты по анализу данных, по информационной безопасности, по электронной коммерции, дизайну, цифровому и контент маркетингу, специалисты по альтернативной энергетике. Но важно помнить, что список востребованных специальностей регулярно пересматривается. Австралийское правительство может убрать некоторые профессии из списка и добавлять новые в соответствии с текущей ситуацией на рынке труда. Вопрос. Сколько стоит обучение в университетах Австралии? Стоимость обучения в вузах Австралии для иностранных студентов зависит от региона, от самого учебного заведения и выбранной специальности. Годовые суммы колеблются в следующих пределах. Для бакалавриата от 15 до 33 тысяч австралийских долларов в год. Для магистратуры и докторантуры от 14 до 37 тысяч австралийских долларов. Ну, медицинские специальности обходятся, конечно же, еще дороже. А вот пример цен в некоторых самых популярных австралийских университетах. University of Technology Sydney от 24 до 32 тысяч в год. University of Queensland от 22 до 35 тысяч. University of Melbourne от 28 до 38 тысяч. Griffith University от 22 до 28 тысяч. Macquarie University от 25 тысяч до 34 тысяч. University of New South Wales от 28 до 38 тысяч австралийских долларов в год. Дополнительно потребуются средства на проживание, питание, транспорт и иные личные расходы. Вопрос. Сколько студентов из России учатся в университетах Австралии сейчас? По данным за период с января по октябрь 2022 года, всего 687 студентов из России поступили на разные программы австралийских университетов. За аналогичный период 2021 года в Австралию по студенческой визе приехали 689 человек. К сожалению, более свежие данные недоступны. А вот общая число иностранных студентов в Австралии за 2022 год составило 709 тысяч человек. Из них 50% это учащихся в высших учебных заведениях. Как видите, россияне среди них это просто капля в море. Вообще Австралия страна самой большой доли иностранных студентов. В среднем каждый четвертый учащихся в вузов приехал из-за рубежа. В некоторых университетах доля иностранцев может доходить до 40 и даже до 50%. Самые популярные города для проживания иностранных студентов сейчас это Сидней, столица штата Новый Южный Уэльс, Мельбурн, столица штата Виктория, Брисбен, столица штата Квинсленд, Эрд, столица штата Западная Австралия, Аделаида, столица штата Южная Австралия. Если вы хотите учиться и жить в Австралии, советую вам обратиться к специалистам компании Students International, которая занимается обучением в Австралии с 1992 года. Уже второе поколение студентов учатся в Австралии с их помощью. Всю информацию о жизни и учебе в Австралии можно найти на их специализированном сайте www.austral.ru. Желаю вам академических успехов и построения карьеры. До свидания.